О военных успехах украинской армии мы будем говорить с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы информационного сопротивления. Александр, приветствуем вас. Доброго дня. Давайте же, как часто в наших эфирах, проанализируем те данные, которые получаем от генерального штаба. Действительно, территории освобожденные украинской армии превышают захваченные Россией. И это отрадно. Как вы оцените освободительную операцию, назовем так, украинской армии, которая продолжается? Проходит она, конечно же, успешно. Причем, хочу заметить, намного успешнее, чем, например, проходила наступательная операция со стороны российских оккупантов. Это невозможно не заметить, несмотря на то, что даже на сегодняшний день значительно превосходящие силы российских оккупационных войск, они не могут достаточно эффективно блокировать контрнаступление ВСУ, именно блокировать. По ряду направлений они могут их исключительно тормозить, не в значительном значении, не критично, я бы даже так сказал. А вот о блокировке, которая является следствием достаточно эффективных оборонных действий, например, речи идти даже и не может. Во-первых, потому что у них не хватает ресурса, не хватает ресурса как в личном составе, именно по профессиональным показателям, не хватает полностью боеспособных подразделений. Большинство подразделений на сегодняшний день уже требуют вывода для восстановления боеспособности. Ну и, конечно же, техническая составляющая и обеспечение. Обеспечение на очень низком уровне, что не позволяет им, например, реализовывать тактику огневого вала, без которого они что в наступлении, что в обороне, но низкоэффективны. И следствием этого мы видим каскадные обвалы обороны в Харьковской области, каскадный обвал обороны в Херсонской области. Ну и в ближайшее время, когда будут созданы соответствующие условия, мы аналогичные сценарии, аналогичную ситуацию уже будем наблюдать и на Луганщине. Сентябрь для российской армии оказался очень сложным. И вот прямо так не признают на российских телеканалах, но тоже про, между прочим, говорят, что сентябрь привел к тому, что дальнейшие действия очень сложно прогнозировать. Ну, для них. Мы это прогнозируем и будем это делать. BBC в середине сентября, когда были успехи уже у украинской армии на Харьковском направлении, называли войну, до сих пор войну условно делили на два этапа и базировались на том, что говорили военные эксперты. Я просто напомню, в ходе первого, который начался 24 февраля, Россия стремительными ударами пыталась захватить Киев и Харьков. Также тогда действительно была взята под свой контроль территория на юге Украины. Второй этап начался после того, как российские войска были отведены от Киева, и российская армия стала медленно наступать в Донецкой и Луганской областях, расчищая себе фактически путь многочисленными артиллерийскими обстрелами. Сейчас мы можем утверждать, что действительно и уже начался, и начался он действительно в сентябре, и продолжается третий этап по счету, вот такой вот этап войны. Как вы видите этот процесс? Ну, в принципе, можно и по разному количеству этапов делить ситуацию. Я, например, с самого начала рассматриваю исключительно по ситуации на плацдармах. Кто-то делит по определенным регионам, по региональной привязке, по привязке к тем или иным баталиям. Я делил по плацдармам. Северный плацдарм, Южный плацдарм, Донбасский плацдарм. В зависимости от тех событий, которые происходят, разделение шло, могло идти по областям. Там Донецкая область, Луганская, Харьковская область, Харьковский плацдарм. И по направлениям. Я по этапам могу разделить следующие. Первый этап – это все-таки была война с профессиональной армией. С тем, что можно было условно считать профессиональной армией России. И это были наиболее отборные подразделения. ВДВ, морская пехота и так далее. Это была наиболее подготовленная, контрактная армия с боевым опытом, даже сирийским, например. Совсем другой уровень оснащения, техники. И уже второй этап – это конец мая, начало июня, когда стали использоваться в первую очередь ресурсы добровольческие, скрытые мобилизации в России. Стали появляться даже зэки в составе российских оккупационных войск. И третий этап, условно, я как для себя делю это, то, что сейчас начинается у них частичная мобилизация. То, что абсолютно не профессиональный, некомпетентный ресурс будет использован в боевых действиях, даже без какой-либо минимальной подготовки, даже без получения базовых знаний. То есть эти три этапа, они по сути и говорят о том, насколько именно сейчас на этом третьем этапе ситуация с ресурсом у российской армии, но она патовая. Она патовая, и решить ее каким-либо действительно качественным образом в российском командовании не могут. И поэтому прибегают к исключительно настолько некачественным и не особо популярным даже среди российского населения решениям. Каков будет четвертый этап? Я не удивлюсь, что после продолжения освобождения территории Украины будет этот четвертый этап, который будет заключаться уже в несколько ином, скажем так, в формате даже ведения боевых действий со стороны российского командования, российских оккупационных войск, который может быть заключен исключительно в каком-либо оборонном формате удержания той или иной отдельно взятой территории. Как вариант, это может быть полуостров Крым, временно оккупированный. Как последний, скажем так, бастион. И концентрация исключительно на этом. Давайте продолжим. На 20 километров вооруженные силы Украины продвинули линию фронта в Херсонской области. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Сообщается, что это стало возможным прежде всего благодаря продвижению украинских военных вдоль восточного берега реки Ингулец и западного берега Днепра. Также отмечается, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных военно-воздушно-десантных войск, которые не имеют достаточного количества личного состава. Ну вот, Александр, как часто из западных разведок мы узнаем подробности, что вы скажете об этом направлении. И вот интересно, недоукомплектованные воздушно-десантные войска. Воздушно-десантные войска все-таки, ну, традиционно считаются довольно квалифицированными. То есть они туда, получается, просто вот неопытных людей в десантники берут теперь, да? Недоукомплектованные – это не совсем неопытный боец. Недоукомплектованные может быть подразделение по нескольким причинам. В первую очередь это может быть из-за потерь. Подразделение, которое долгое время находилось в зоне боевых действий, понесло серьезные потери в личном составе и в технике и требует вывода для восстановления боеспособности. Недоукомплектованным может быть даже с самого начала боевых действий, когда не хватает личного состава для укомплектации, либо не хватает техники. Как это было, например, с третьим армейским корпусом. Третий армейский корпус, как известно, был отправлен в зону боевых действий в Украине этой осенью недоукомплектованным. Вместо 15600 человек в его составе чуть больше 12 тысяч. То есть каждое подразделение имело какой-то недокомплект по личному составу. Поэтому, что относительно этих подразделений ВДВ, то мы можем сказать о том, что это может быть либо первый, либо второй вариант. Но, скорее всего, это именно потери. Это именно потери в результате боестолкновений. И относительно профессиональности я хочу еще сделать небольшую такую ремарку. За более, ну уже почти уже как без малого 8 месяцев войны в Украине такое подразделение, как ВДВ, одно из самых многочисленных в российской армии, считающейся элитой, провело более 30 десантирований за весь период войны. Из этих более чем 30 десантирований только лишь одно было условно успешным. Это в районе Гастомеля. Больше ВДВ себя никак не проявило, именно как именно конкретно воздушно-десантное подразделение. Все остальные десантирования, они провалились. Давайте продолжение потерь, потому что то, что мы показываем Генерального штаба Украины, мы очень часто говорим, это то, что было уничтожено. И вот называем цифры. The Wall Street Journal вышел материал аналитический, называется таким образом, Российская армия, а тут внимание, стала главным поставщиком тяжелого вооружения для вооруженных сил Украины. Как оказывается, из открытых источников, сейчас такие цифры назову для наших зрителей, что оставили российские войска. 421 танк, далее 445 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 44 реактивные системы залпового огня, значительное количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились у Украины. Эта информация также подтверждается и цифры, использует World Street Journal. Единственное, добавляю, что цифры приблизительные, реальное количество доставшейся вооруженных сил Украины от России техники может быть еще больше, так пишет это издание. Ну, какая-то техника, понятно, что она продолжает, это как и есть, и готова к немедленному использованию, какую-то нужно ремонтировать и так далее. Третья серьезно повреждена, тогда разбирается на запчасти. Вот, Александр, тоже об этом бы хотелось поговорить. Согласны ли вы с World Street Journal, что российская армия стала главным поставщиком тяжелого вооружения для вооруженных сил Украины? Александр, мы вас не слышим, к сожалению. Я вижу, что вы говорите. Да, 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 все слышно, да, продолжите. Мы увидим технику, пожалуйста. Да, 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 это действительно так. Фактически с первых даже дней, с первых дней вторжения в Украину российская армия уже стала поставлять свою технику для нужд вооруженных сил Украины. Есть, правда, еще третий такой момент, есть еще третья категория. Вы упомянули, что есть та, которую можно использовать, а есть техника, которая повреждена, и ей требуется ремонт, а есть техника, которую мы не можем использовать, поскольку у нее довольно-таки специфические боеприпасы. Это, например, у Украины на сегодняшний день есть пять трофейных тяжелых огнеметных систем АТОС-1А. Это пять трофейных довольно серьезных таких машин, дорогостоящих, за которыми там некоторые страны даже выстаивали очередь, чтобы приобрести. Вели серьезные переговоры. Ну, мы их имеем пять штук трофейных. А проблема с боеприпасами. У них там уникальные боеприпасы термоборические, и у нас их ограниченное количество, опять-таки, тоже от количества трофейных зависит. В целом, да, Российская Федерация, которая объявила основными целями этой своей так называемой специальной военной операции демилитаризацию и деноцификацию, к чему она пришла? Она деноцифицировала свою собственную армию российскую и демилитаризировала свою же собственную российскую армию. А вооруженные силы Украины получили существенное пополнение. Ну, правда, сейчас мы можем говорить о том, что качество этого пополнения ухудшается, поскольку сейчас развивается контрнаступление в Херсонской области, и мы видим, как наши вооруженные силы захватывают трофейными десятки танков Т-62, старые советские танки, которые не выпускаются с 1975 года, но именно их концентрировали на правом берегу Херсонской области российские оккупационные войска. Александр, российские войска, сейчас мы продолжим о их поражениях. На основе данных Института ведения войны. Российские войска не смогли удержать берег рек Оскол и Северский Донец, использовать их как естественные рубежи, чтобы предотвратить продвижение украинских войск. Об этом говорится в отчете Американского института ведения войны. Также там сообщили, что местность на западе Луганской области пригодна для такого типа маневровой войны, которую украинские силы эффективно использовали на востоке Харьковской области в начале сентября. Вот эти отчеты говорят о том, что военное руководство, собственно, российское, даже каких-то элементарных правил войны, использование ландшафта грамотного, не умеет использовать. С чем это можно объяснить? Такие ошибки. Я всегда говорил, что российская армия, она может эффективно наступать, либо эффективно обороняться, только когда она обеспечена возможностью применения тактики огневого вала. Нет тактики огневого вала в обороне, либо в наступлении, независимо от того, насколько приспособлена местность для ведения обороны, как можно воспользоваться природными особенностями местности, ландшафтом и так далее. Вне зависимости от этого, они не смогут все равно это эффективно использовать. И, в принципе, аналогичная ситуация. Действительно, мы сейчас даже можем видеть, что развивается в Луганской области. Я даже скажу больше. Луганщина по вопросам контрнаступления, она является, ну, таким себе однояйцевым братом-близнецом Харьковской области, поскольку там идет распределение, ну, разительно зеркальное именно тех условий, которые необходимо выполнить для успешного контрнаступления. Например, это логистическая артерия. Основная логистическая артерия в Харьковской области, которая должна была быть перерезана, либо взята под огневой контроль ВСУ, это Вовчанск, Великий Бурлук, Купянск, Изюм. Аналогичная сейчас ситуация и в Луганской области, то есть это Троицкая, Сватово и далее Криминная рубежная, Северодонецк. Если мы говорим о концентрации, единой концентрации большого количества сил и средств российских оккупационных войск, на Харьковщине это был Изюм, а на Луганщине это на сегодняшний день Сватово. То есть, опять-таки, все зеркально повторяется. И вопрос уже даже не столько в том, будут ли использованы российским командованием какие-то преимущества, ландшафты и тому подобное. Будут ли использованы даже, скажем так, какие-то выводы из харьковских ошибок. Нет, не будут. Они даже сейчас уже начинают совершать ошибки, формируя оборону в районе Сватово. Не буду говорить, какие именно, но их оборона в районе этого населенного пункта не выдержит напора контрнаступления вооруженных сил Украины. И поэтому на Луганщине они все равно обречены. Александр, такой последний вопрос уже на стыке военного и военно-политического анализа, как раз продолжение того, о чем вы говорите. Вы наверняка смотрите то, что в России называют Z-контентом, вот это их сторона, да, их эти так называемые военные корреспонденты и так далее. Последние два дня это что-то небывалое. Они так критикуют министра Шойгу, министра обороны, что я просто не могу понять, как это вообще возможно. Ну, разве что, наверное, в каких-то западных медиа меньше критики даже в его адрес. Чем это можно объяснить? Как вы себе это объясняете? Прямую критику высшего военного руководства? Публичную? Не совсем высшего. Не Путина же критиковать. Но не Путина, правда. Не главнокомандующий. Вот не Путина же они критикуют. Им нужен сейчас вот и виноватый. Кто сам, кто виноватый? Ну, а по генералам, по командующим военными округами уже прошлись. Поменяли уже этих генералов, как перчатки, уже не по одному кругу. А потому сейчас нужна какая-то более высокопоставленная персона. Герасимов? Ну, Герасимов, он не подходит под это. Ну, глава Генштаба. Ну, хорошо, и что? Решает все на самом деле Сергей Шойгу в этих вопросах. Хотя и не Сергей Шойгу решающий человек в последнее время в вопросах управления войсками. А на решающего, ну, пальцем не такнешь, потому что это уже будет какой-то срок. Это компания, это полноценная черная пиар-компания по дискредитации именно самого Сергея Шойгу, которого готовят к закланению. Ну, это будет такая себе сакральная жертва всей этой специальной военной операции. Я не исключаю даже, что в 2023 году могут начаться какие-то судебные разбирательства в самой России против Сергея Шойгу. И они будут попросту катализировать этот процесс по навешиванию на него основной вины за провал в этой так называемой специальной военной операции своей. То есть, кто проиграл войну? Ну, не Путин же, который ее начал. Проиграл, конечно же, Сергея Шойгу. Возможно, найдут еще каких-то виновных. Будут обвинять так называемых лидеров этих так называемых ЛНР и ДНР. Что-то они втянули Россию в эту войну, поставив, ну, введя в обман, в заблуждение высшее руководство Российской Федерации. Преувеличив угрозу, скажем так. Ну, могут самые разные трактовки сделать. Будут искать оправдания, так или иначе. Спасибо. Спасибо, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Он был в нашем эфире.